Всем ребят, привет! Сегодня будет интересное видео, на котором будет дорожная компания, приедут гости и будем копать в этой местности. Так что приятного вам просмотра! Так, давайте Александра поздравим с его праздником, подарим вот такой значок. Паша, хорош жрать, Паша. Смотри, борода какая, блин. Сейчас, короче, когда вон тебе будут грязные, мы дойдем до этого, до черного ворона. Сережа, хорош пить, Сережа. Соль, 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 соль. Хорош жрать, Жень. Соль, давай. Кирюх, хорош курить, Кирюх. Блин, ну так получается. Костяночка, хорош играть. Ириш, хорош пить. Ребята, Серега в группу там скидывает. Завидуйте, ребята, завидуйте, кто не приехал к нам. Вон там. Красота, готовится к плову. Раздевай борода. Где татарская водка? Татарская водка? Нет, это что, это бред, помню. Давай на цвету беленькой. Да, вот. Это не реклама. Это не реклама. Смотрите, плов в каком состоянии. Итак, ребята, доброе утро. Начинается новый день. Клад это интересно. Много кому не достаются эти клады. Сейчас я приготовил стопочку медных монет и положил друг на дружку. И давайте посмотрим, много в принципе приборов и какие приборы видят эти клады, а какие нет. Так что приступаем. Лежит стопка друг на дружке. И давайте посмотрим, какие клады видят, а какие нет. Венег 800. Ребят, не видят. Крашка в катушке. Ну ты все равно такой бы не копал. Верно? Ну, в принципе, да. Смотрите, сигнала нет. ВДИ немножко что-то выдает, но ВДИ безобразно. Видит, да? Что у тебя показывает этот прибор? Копаем мы сюда? А вот показывает как раз таки железо. А ты такое бы и не копал, да? По звуку, по звуку я бы засомневался. Да. Ребят, сейчас будет у нас Фишер 75. Теперь АТ-Макс. Гарбовский. Да, терка, ребята, без вопросов такой вот кладик подымет. Так же как... Вот. Глазар четко. Ну давайте тоже пройдем. Все те же самые приборы. Семьсот не видят. Ребят, семьсот не видят. Ребят, семьсот не видят. Ребят, семьсот не видят. Наикают. Посмотрим, как они будут у нас сигналить. Вот, это настоящий клад. Допустим. Итак, ребята, доброе утро. Начинается новый день. Кто-то у нас похмеляется, кто-то кофеек принимает на душу. Вчера отметили, в принципе, день погранца классно. И сейчас просто, знаете, за кофейком решили проверить кое-какие тесты насчет кладов. Клад это интересно. Много кому не достаются эти клады. Сейчас я приготовил стопочку медных монет и положил друг на дружку. И давайте посмотрим, много в принципе приборов. И какие приборы видят эти клады, а какие нет. Так что приступаем. Вот, например, стопочка. Стопочка медных монет. Вот она лежит. Стопка друг на дружке. И давайте посмотрим, приборы какие клады видят, а какие нет. Сейчас у нас веник 800. Ребят, не видят. Ну, ты все равно такой бы не копал бы. Верно? Ну, в принципе, да. Смотрите. Сигнала нету. ВДИ немножко что-то выдает, но ВДИ безобразный. Костян, ты копал такой сигнал когда-нибудь? Сомневаюсь, да? В самом начале копал. Ребята, ну, как показала практика, 800-ый не видит. Давайте посмотрим, что Паша покажет. Паша. Сейчас первым поездом фарту поставлю. Вот видите, Кост пытается какие-то настройки вставить, но не видит. Ну, видите, да? Ну, не видит вообще. Паша, у тебя что за прибор? Деос. Выключай. Ребят, сейчас Деос. Откопает он на склад или нет? Ты поближе. Ну, ты да. Ну, ты что? Катушку-то выпрямите, как по земле. Ходи. Во. Блядь. Ну, он может его выцепить. Выцепит, а ты выше подними. Что-то прям впритык. Он может его выцепить. Сигнал есть. В принципе, Деос видит. Видит, да? Что у тебя показывает твой прибор? Копаем мы сегодня? А он показывает как раз-таки железо. А ты бы такое и не копал, да? По звуку, по звуку я бы засомневался. Да? То есть я такие 99, вот 98, когда бьем. Бьет 98. Это стопроцентный питак. 99 это железо, но слишком тонкий. Деосу поставим, конечно же, это. Плюсик, он кладик откопает. Деос возьмем. Теперь у нас, ребята, Фишер 75. Давайте посмотрим. Видишь, катушка где? Выключай свой прибор. Ребята, сейчас будет у нас Фишер 75. Опа, ребята. А старичок, старичок Фишер 75. Он старый прибор, но он является своей самой лучшей, потому что он профессиональный. В общем, только что посмотрели, Фишер 75 поднял бы. Теперь АТ-Макс. Гарретовский. С катушкой-снайперкой. Выше подними. Я вкопнул. Со снайперкой, в принципе, ребята, клад можно поднять. Да я думаю, я тоже, если снайперку посмотрю. Я не сомневаюсь. Венек со снайперкой, да. Я чуйку боялся. Все хорошо, выключай. АТ-Макс, в принципе, клад поймать может. Я тоже приготовил два прибора. Обычная Аська 250. Выключай, Женя, выключай. Аська, ребята. Но я думаю, что Аська вообще без проблем. Это потому что прибор номер один, который откапывает самое большое количество кладов. Вы, наверное, статистику это узнаете. Ребят. Короче, Аська, Гарретовская 250, это самый лучший прибор по поиску кладов. Статистика такая имеется. Но почему он является лучшим поисковиком кладов? То, что большое количество новичков ходят и копают они все, что сигналит. Его недаром называют, как говорится, трактор. Дальше давайте посмотрим. Ваниш 540. Как вы видите, настройки просто обычные монеты, больше никаких настроек нет. Сигнал идеальный, ребята. Какой идеальный? Я вижу по ВДИ. ПВД. 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 38, 39, 36. Да, видите? Да. То есть копаемый. Это аналог терки, который пришел в замене 705. Ну что, давайте, ребята, еще один старичок. Это добрая терочка. Тебя на закуску оставим. Да. Добрая терочка. 505, да, Серг? Вот. О, самый шикарный сигнал. Это как... Смотри, даже не прыгать. Даже на того скажу. Да. Терка, ребята, без вопросов, такой вот кладик подымет. Так же, как и хороший был сигнал у Фишера 75-й. Ну и давайте на закуску. На закуску. Серег. Подходи. Ребята, квазар. Бомби. Сейчас квазар, блядь, чуть-чуть всех покажут. Квазар, давай. Давай. Не-не-не, подымет, подымет. Это просто уже... Это уже... Как он называется-то, блин? Повыше, повыше, что ты? Выше. Вот так чистый. Квазар четко поднял. Многочастотники, если честно, да. Да, вот, например. Что нас сделаем проще? Простой пример. Да, сделал. А этот самый, а Ваня что пробовали? О, объедет. Классно. Нет, я думал еще Ваня что-то распаковывается. Не-не-не, он только что... Только что он 540-м сейчас. Во! А теперь что-то сделал Костянуш. 4 кГц обычно. Да, он отключил просто многочастотность. А, многочастотность, 4 кГц, ребята, включил. То есть все отключил, поставил... 5 кГц. Опа. Тоже видно. Чисто. Одну частоту надо. Ну и все, да. 10 уже бегает. 15 кГц. Заикается. Вот так вот, ребята, многочастотник. Чем проще прибор, тем проще находить клады. 20 кГц не видит. Чему я эксплуатал? 40 кГц. 40 кГц не видит. Вообще не видит. А вот, которые все хают, частота 4 кГц, кто не обновлялся. Идеал. Да, согласен, согласен. Так что, ребята, искать клады многочастотниками не так легко, не так уж просто. Со своими настройками супер. Вы его не найдете. А чем проще прибор, как мы показали у Кирюхи? Квазар шикарно видит. Аська шикарно видит. Ванюш шикарно видит. Фишер шикарно видит. И терочка 505 шикарная. А вот веник 800 и... Так, Деус видит тоже хорошо, да? Давайте увеличим еще. В смысле, стопки же? Да. Стопки монет? Ну а смысл? Тоже сам получится. Нет, площадь делать. Рядом металл. На металле. Ну, это я не знаю. Сейчас начнется. Это как обычно, да. Ребята, а сейчас мы хотим попробовать настоящий клад. Посмотреть обычные клады, как вот в таких вот стопках. Кое-где разбросанные монеты. В кладах все время так и происходит. Но в основном все стопочки. И вот сейчас здесь более сотни монет. Посмотрим, как они будут у нас сигналить. Вот это настоящий клад, допустим. И давайте посмотрим тоже по порядку. Сначала 800-ый веник. На мультичастоте. На мультичастоте. На мультичастоте. На мультичастоте. Виде. Виде, да? Такое. Все. Такой клад, в принципе, он откопает. Давай, выключай. Деус. Деус. Паша. Деус. Ну, на VDI ничего нету. Ну, а ты ниже. По звуку, по звуку. Давай по звуку. 94. Прям стабильно. Все, ребята. Деус тоже плюсик. Он тоже такую клад откопает. Следующий сейчас будет Фишер. Фишер 75-ый. Я честно думал, что... Фишер 75-ый. Клад подымет. А то многие говорят. Вот. Многие приборы не видят клады. Пока. Пока. Все, которые присутствуют у нас на слете. Приборы все видят. Видят. Все, Фишер. Плюсик. Так. Давайте посмотрим. Ну, Аська это стопудово увидит. Аська прям без вопросов. Красивый медный сигнал. Видит. Все видит, ребята. Аська чемпион. Давайте Фишер. Ой, Фишер. Ваниш. Посмотрим. Все, которые приборы здесь были, этот клад видит. А вот что-то не видит, ребята. Не видит. Вот это, да. Многочастотник. Многочастотник, да, ребята. Многочастотник не видит. Многочастотник не видит. Давайте посмотрим, режимчик поменяем. Я на 1 часа один сейчас проверял. Да. Разные программы Я тыкаю разные программы Режим железа Ребята Чистое железо Видите, да? Все, Ваня, ж такой клад не откопает Стопку монет он видит, а клад не видит Это, ребята, мультичастотная катушка Всеми, как говорится, хваленая По монетам в отдельных случаях она работает шикарно Но клады не видят Вот так вот Саня, а где та стопка? Блин, я в машину брал Ладно, отсюда сейчас стопочку возьму АТ-Максгард видит Вот так Две палочки, вот так ребром поставь Зачем? Чемодан Зачем? Деревянный, что ли? Ребром поставь чемодан А, какая разница? Вот так вот Какая разница, и так он и видит Не, не, вот прям наталкни вот так вот Руку убери Он будет стоять Он увидит Чего? Бля, просто держи, да и все Да И так он увидит, что-то Что так стопка, что так стопка Что-то Большой медный сигнал будет Видит, все хорошо Что-то хочешь достать Ты такие что? Крупные монеты? Побольше стопку сделаешь И Паша, отвернись, поворачиваться А там пусто А там пусто Блядь, я что, зря работа, отвлекайтесь Я записываю Паша, не беспокойся, ничего не пропадет Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Сер, ну ты что делаешь? Ну это то же самое Ну вот, типа в горшочке Ну вот эти монеты Только что в коробке были Они типа здесь разбросаны Ну ладно, давайте пусть стопочками в горшочке Вот типа они вот там Ага Понял? Все, я понял Ну давайте тоже проведем Все те же самые приборы Восемьсотый не веет Ребят, восемьсотый не веет Заикается Это мультичастота Ака 4 поставь Ну, 4 Ну вот четвертый веет Четыре килогерца веет Ну вот ты же не ходишь по полям С одной частотой четыре килогерца, верно? Ты включаешь все же эти частоты, верно? Нет, я хожу Ну, я сомневаюсь Я-то ничего не скачал четыре килогерца Да, вон там в машине Деус Слабо и в железо Да? Давай посмотрим на прибор У тебя сколько частота стоит? Семь Паш, копаем сигнал, Паш? Не очень Не очень Ты бы такой, наверное, и не копал, если бы ходил по полям Верно? Верно? Верно Ребята, Деус 4 килогерца сразу все исправил Дак Ну ты же не ходишь только на одной частоте, верно? Ты же... Нет, у меня нет Это не мультичастот, нет У Деус выбирается частота Ау différence я хожу на 7 килогерц а ну-ка включи 7 а теперь буду ходить на 4 да по ходу делал вот это 4 килогерца 4 килогерца вообще сказочная частота я из-за этого обновления скачал я на мульте на шурфе только копаю по полям на 4 килогерца ну-ка давай нет вот вот это 7 килогерц 40-40 килогерц ты на ней ходжи да все время? да и не видит? у меня идет 4 он видит как железо 15 кусок железа прерывистый я такой не копаю поняли ребята? копайте на слух цифры иногда обманывают ну вот терка ну чё без вопросов терка наверное видит ну кусок меди лежит здесь сейчас секунду я пройду и все 11 килогерц не видит не видит 4 я тоже я и завтра скачал ну вот терка видите что показывает ну как вы видите четкий сигнал 48 медь все выключай без вопросов плюсик фишер 75 ну да фишер 75 я тоже 13 ребят жень копаемый сигнал ты копал такой? 99 98 99 98 ну это как железо ребята 98 99 железо но я вот копаю как бы последнее время только на слух я подожди подожди сейчас я эту другую программу вот эту включу она потому что это такая же как нет не копаемая я его не сталкаться ниже ниже катушка вообще пропадают пропадают ну фишер немножко тоже удивил давай это а ты макс копаемый четкий ну вообще прям прям даже я не знаю что показывает но копал бы а что по ВД показывает? скачет маленько скачет ну в чернинку да бьет? да в чернинку бьет ну в чем по краю лучше бьет вопрос ВДИ смотри алюминиевые кровки алюминиевые кровки алюминиевые кровки? ну звук четкий да? да по звук копаемый все вырубай давай квазар 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 попробуем диапазоне алюминиевые кровки советую бедный никель хорошо отличать от она бедно-никельная монета так же так 5,50 да не 94,89 а у меня батарейка села у меня же у друга делала квазар ребят квазар не булькай накопаемый копал бы? вот так вот так бы капал так бы может быть сомнительный да? но не с далеко а так нет так все сблизи так сейчас у всех присутствующих спрошу насчет Аськи все выключай квазар да увидит все Аська ребята чемпион наш видит все везде да ладно убери пока железо ну Аська на железной коробке смотрите смотрите как хорошо видит смотрите ребята хорошо видит видите да? обидит а прогнившая коробка а с этим железом лучше возится вот это бронебойка а железку брось положи и на железку тоже Он что, с железкой, ребята, видит? Класс! И что здесь? Шикарно, да? Паша, смотри. Ну, Аська, она, это, как говорится, один сигнал. Это кровля. Вот, смотри, он лучше возьмет с ней. Потому что это кровля. Нет, у меня разделяет. А без железки сейчас... А давай вот так вот, должно быть два раздельных сигнала. Да. А сигнал показывает 1,40. Я тебе и прощай говорю. Видишь? Здесь 40. Здесь 40. Надо не гнилую. Гнилая, она всегда в цветнину бьет. Надо какой-нибудь... Ну, клад старый, железка прогнилала. А ну, они обычно в чугунках. Давайте это... Разделение, разделение, попробуй. Вот так вот, например, клад находится вместе с железкой. Все, хано что ли? Все? Не? Не копается? Да и даже молчит. Деус не копает, ребят, если клад находится рядом с железом. Вот так вот. Я не хочу переставлять сейчас. Давайте посмотрим, Аська. Два разделения должно быть. Я знаю. Там же есть ковка. И 4 килогерца тоже. И 4 килогерца тоже. Чистое железо. Потом, короче, в банку зацеплен. Так что не смотрите на цифры, а на звук. Так, прибор. Чистое железо. Чистое железо. Чистое железо. Опана. Ребят, впервые Аська не видит. Еле-еле слышен звук. Но да и ефига. Ребята. Аська впервые обосрался. Он не видит, ребята. Клад рядом с железом. Он не видит. Все, я прям чувствую, там есть все. Смотрите. С проходу не возьмешься. Да, с проходу вот иду. Она с какой стороны пойдет, опять же. Да, вот так вот, ребят, он не видит. А вот если вот так вот идешь, все видит. Так что, ребят, клад я могу еще и пропустить с Аськой. Зачетно. Так, хочу проверить, блин, ранее обосравшийся Ваниш. Ну, а если он тогда обосрался, я думаю, сейчас он тоже обосрется. Ну, залез, он увидит. Что-то показывать, но я никогда бы такой сигнал не копал бы. Никогда. Ну, вот чистый, копал бы. Видите? Еще как пойдешь к ладу, ребят. Так пойдешь, не найдешь. Да, да. Да, нужно. Нужно поля вдоль и поперек, ребят. Всегда обходите под 90 градусов. Лучше всего экскаватором. Да, точно. Так, ну что, монеты убираем, все? А, Фишер, что-то еще. Батарейки по третьей стороны. Я, по-моему, батарейки поменял, батарейки. Батарейки, да. Да тоже пукает, тоже не копал бы, да? Не разделяет, почему. Разделяет, блин, 690 показывает. Сигнал-то один идет, не разделяет. Ну, тут все равно бы хрен бы копал, верно? Ну, спорный, спорный. Да, если знаешь, что там клад... Будет разделять? Если знаешь, да. Потому что разделение копало. Ну, и так, да. С этой стороны, если пойдешь к кладу с этой стороны, ты ее откопаешь. Ну, а у меня Виша, у меня с любой стороны подойдет. Ну, твой тоже обосрался. Да, да, да. Не, 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 я просто говорю, на мультике, да, базара нет. Так, взял. Леск пропукал. Ты вот с этой стороны давай. А, слушай, надо было, я железо-то убрал вообще. Поэтому не показываю. Да, у тебя это маска наложная. Крим? И я его забрал, понял-то, да? Ну, я проверил, потому что я с кладом все забрал. Ну, если крутится вокруг клада, вот так вот. А, вокруг клад идешь, вот, я иду маскаю. Ну. Я его взял. И потом его проверил. Хрюканье какой-то, давай еще раз помахай. Вот идешь ты, блин. Идешь, махаешь. Ну, ладно, все, все, доказал, да, доказал. Что, квазар? Да хрен, квазар не возьмет. С другой стороны. Ну, так он возьмет. Так, да. Так возьмет. А так не возьмет. А сейчас всех? Ну, все, микро-тест ребята сделали. А, терк, терк еще хочет. Берет назад, да. А вот так уже лучше, видишь? Да ладно, по звуку хрен пойми, что там. Нет, сейчас все тут включились. А, взяли. Терочка. Так, взял. Там 45. Здесь 48. А еще хуже стал тут прыгать, да? А нет, 48. А с этой стороны давай. Копал бы, Сережа. Ну, я думаю, прицелился бы. Короче, знаешь, смотри, когда быстро пробудешь, он минус 9 показывает. Ну, пропустил бы, да, себя? О, край. В общем, неоднозначно, ни один прибор не показал хороший результат. Я бы хочу сказать, везде спорные сигналы. Стоит ли копать в такой клад, неизвестно. Но, как говорится, копает не прибор, а человек. Так что копайте все сигналы. Частота какая стоит? Четвертая? Четвертая. Четвертая. Ребята, я бы, конечно, не копал, но и он его, конечно, видит. Показывает 21, это сигнал алюминия. Это на ощупь, короче. Я бы не копал, ни в коем случае. Если, конечно, в чистом поле, когда сигналов нету, и вдруг такое проскакивает, то, может быть, я и копнул бы. Но в данных условиях копаем на деревне, где много мусора, я бы не копал. Вот так вот, ребята, звонишь? Продолжение следует...